Здравствуйте! С вами снова я, Финляндия. Я уже дома, пришла домой. Вот, видите, сейчас 12 часов. Я ходила с Ниной в Лидл. Сейчас вам покажу, какая у нас погода, но вы, конечно, ничего не видите. На улице замечательная солнечная погода, минус 5. Но почему-то вот так вот обмерзли все окна. Когда было минус 20, минус 15, то окна были прозрачные. И мне видно было двор, и там как дети ходят, как гуляют. Все это мне видно было. А сейчас, видите, как обмерзло почему-то. Непонятно, по какой причине. Но вот так вот все обмерзло. Но где-то часа в 3 утра, ой, в 3 утра, в 3 часа дня солнце будет сюда светить на мой балкон. И все это оттает. Цветочки мои, как всегда, на месте. Всегда политые, всегда чистенькие, ухоженные. В Лидл сходила, я вам сказала. Покажу, что купила. Купила совсем немножко. Купила вот муку. Хотела блины сделать вчера себе вечером. У меня была пачка муки. Я открыла, а она, оказывается, Руйс. Темная мука, ржаная. Ну, я ее, когда шли в Лидл с Ниной, я отдала ей полный пакет. Там тоже он до 22 года. Думаю, ну зачем он мне нужен? Нина печет Леве булочки, хлеб, ему нравится. А я себе купила беленькая, тем более, что она стоит. Вот, смотрите, 79 центов она стоит. 80 центов 2 килограмма. По 40 центов килограмм. И кефир. Думала, там я вам видео сняла. Ну, в Лидле ходила. Думала сначала взять этот самый кефир, а потом думаю... Ой, йогурта. Ну, такого в пачке литровый. Потом думаю, нет, кефир все-таки, наверное, полезнее. Так я взяла себе кефира. Вот. Кефир стоит 90 центов. Итого заплатила евро 70. Там же был тортик Захер. Вот. В тортике, значит, полкилограмма. И стоит он 6 евро. И мы с Ниной по 3 евро сложились. Вот. И купили этот тортик. Но он у Нины. Завтра пойду к ней. Будем отмечать праздники. Будем кушать этот тортик. Вот. Почему не купила себе целый? Ну, я же вам говорила. Если бы я купила целый тортик, то я бы сразу пришла домой. Сейчас бы пообедала. И половину торта... Ну, не половину, но хороший кусок там на 150. А то и больше заела бы. А так мы это самое с Ниной будем кушать его и завтра по кусочку, и послезавтра, и пока не съедим. Вот. А может быть, даже так вот мы сразу его разрежем, по кусочку съедим, а остальное я заберу домой, брошу в морозилку. И когда захочу, тогда уже буду кушать. Вот такие дела. Вот. Что вам еще хотелось сказать? А, тут я вот интересной работой занялась. А ну, может, кому-то это неинтересно. Неинтересно. Видите, подоставала все свои альбомы. Альбомы. Они у меня старенькие уже, такие вот, по это самое. Ну, в принципе, они неплохие альбомы-то. Ну, видите, тут вот как-то порвано все это. Я решила все фотографии переложить в такую красивую коробку. Из альбомов повынимать и переложить в эту красивую коробку все фотографии. Вот. Попалась фотография. Покажу. Это я. Это моя любимая тетечка. Вот. Это я такая красоточка. Я еще в школу не ходила. Видите, такое платье комбинированное, оно шерстяное. Вверх был синего цвета, а платье было зеленое. Мама мне шила. Бант у меня такой. Похожа я на себя. Ну, конечно, похожа. Такая девочка была. Симпатишка. Тетечка моя красавица. Вот. Ну, вот это вот решила. А сейчас схожу к Нине. Там надо ей кое-что помочь. Она попросила сделать. Потом приду. Уже буду обедать. И займусь этими фотографиями. Вот. Ну, вот это вот и все. Особо больше мне и сказать вам нечего. И показать больше нечего. Все у меня по-старому. Все по-прежнему. Погода отличная. Пойду гулять с Ниной. Пойдем где-то в три часа выйдем. До четырех погуляем еще. По хорошей погоде. Вот. Так что, такие дела. На этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока. Всем хороших выходных. Хорошего настроения. Хорошей погоды. Проведите хорошо их. Пока-пока.